Всем привет! Меня зовут Мамбрийский Георгий, я студент четвертого курса программы «Мировая политика» и я был автором эссе в «Квинтэссенции», посвященному взаимосвязи культурных норм и открытости рынков. Самое главное отличие и главная сложность, конечно же, это работа с данными, потому что в случае качественного эссе ты, во-первых, обычно работаешь с меньшим количеством данных, ты можешь их как-то отбирать, чтобы они были более качественными. В случае количественного же эссе ты работаешь с большими массивами данных и сложность в том, что тебе нужно быть сто процентов уверенным, что они действительно отображают то, что ты хочешь исследовать и не содержат каких-то серьезных внутри себя ошибок. Ну, во-первых, этот подход достаточно новый, то есть все-таки количественные исследования активно начали применяться сравнительно недавно и, следовательно, перед тобой открывается достаточно большой простор эмпирической проверки многих уже установленных теорий. И в этом плане это является значительным преимуществом. И к тому же это немного иной взгляд, который помогает посмотреть на многие процессы именно с макроуровня, что очень часто невозможно на качественном анализе. Я думаю, преимущество есть везде. И мне кажется, в конечном итоге произойдет некоторая конвергенция. И мы уже видим попытки этой конвергенции сейчас. Потому что, опять же, главная проблема с количественными исследованиями — это был недостаток данных, которых сейчас стало больше. И самое главное — это вычислительные мощности, которые сейчас, во-первых, стали доступнее практически каждому. И появились, опять же, специальные программы и методы, позволяющие работать с большим объемом данных. Поэтому, я думаю, впоследствии типичная работа будет из себя представлять некоторый сбор качественных и количественных методов для, скажем так, для полного охвата топика, о котором пишет автор. Ну, это было эссе по курсу экономической социологии. То есть мы смотрели, как социальная реальность может конструировать некоторые экономические процессы. И так как я как раз-таки параллельно с этим начал погружаться в количественные методы, я захотел посмотреть, как это работает на макроуровне. Потому что большинство подобных исследований, они затрагивают либо поведение индивидов, либо поведение компаний. И вот выход на уровни государств, он является достаточно редким. И я вот как раз-таки хотел это проверить. Опять же, проблема была в том, что мне было интересно посмотреть, действительно ли культурные нормы, которые, скажем так, позволяют создавать новый, скажем так, открытость к созданию новых бизнес-идей действительно помогает экономике. То есть действительно ли эти нормы влияют положительно на открытость рынков. И по итогу мой вывод, что да, они влияют. И влияют достаточно сильно, даже перевешивая некоторые там конвенциональные факторы, которые обычно принято считать в рамке таких базовых предикторов этого поведения. Да, это достаточно серьезная проблема в целом. Как посчитать нормы? То есть в своем исследовании я использовал массив данных, всемирный индекс, всемирный мониторинг предпринимательства, он же сокращенно GEM по-английски. Вот там, получается, происходил опрос определенного количества экспертов в каждой стране, которые отвечали на четко поставленные вопросы. И в случае культурных норм, если я ничего не путаю, то есть был вопрос, насколько культурные нормы помогают, скажем так, создавать в стране новые бизнес-инновации. То есть здесь такой самый яркий пример, это, конечно, сравнение Японии и США, когда в США структура именно компании более волатильна, легче появиться новой компании и, соответственно, легче появиться некоторому новому продукту, благодаря этому, который инновационно может принести компания. В Японии же из-за очень сильной укорененности социальной связи между компаниями и ее сотрудниками, то есть они могут работать на одну компанию всю жизнь, что действительно редко для того же США и других стран. Очень сложно появиться новой компанией, так как она просто не имеет, как бы, доверия на рынке. И, следовательно, не может появиться новая компания. Очень сложно появиться к какому-то новому революционному продукту технологии. И вот как раз-таки этот индекс, он пытается измерить. То есть помогают ли культурные нормы появляться вот этим новым компаниям, новым продуктом или нет. Конечно же, здесь есть доля субъективизма, и я это тоже указывал в своем эссе, что это, опять же, определенная проблема. Но так как была достаточно, ну, значительная выборка экспертов, то можно считать, что она в какой-то степени была снивелирована. Ну, здесь мы упираемся в проблему вообще объективности как таковой, то есть что мы действительно считаем объективным. Опять же, действительно, вот эти индексы очень часто основаны на некоторой субъективной оценке либо экспертов, либо большого количества там из опрошенных, но мы должны понимать, что выборка, она все равно будет намного меньше генеральной совокупности всех людей. И мы это закладываем в свое исследование, но, опять же, мы помним и про закон больших чисел. И, скажем так, нужно, это, во-первых, конечно же, закон больших чисел, то есть чем больше опрошенных, тем точнее данные. И, во-вторых, нужно смотреть действительно, как эти данные и как эти индексы собираются. И если методология, она достаточно надежная, то эта субъективность может быть в большей степени снивелирована, хотя мы действительно этот фактор должны всегда закладывать. А тут скорее, мне кажется так, что, в принципе, можно исследовать практически любую тему. Вопрос лишь в наличии данных. По большому количеству тем просто очень, либо очень сложно собрать данные, либо практически невозможно. Но если есть достаточно надежные данные, то можно исследовать, ну, мне кажется, практически любую тему. Ну, возможно, ну, за исключением какого-то ухода в философию. Хотя многие, опять же, какие-то философские теории тоже пытаются проверить количественными методами. То есть здесь, мне кажется, все упирается именно в проблему наличия данных. Если есть хорошие данные, то это можно исследовать. Ну, во-первых, скажем так, мне кажется, главное, главный такой совет при погружении в какую-либо область, вы должны понимать, ну, для чего вам это и, как бы, чего вы хотите достичь. То есть понимание цели, оно вам поможет понять, какие вам, условно говоря, как бы части вот этого большого действительно поля количественного метода нужно изучать. Потому что действительно количество этих методов, оно необъятное, и все методы изучить невозможно. И вы должны понять, с какими данными вы хотите работать, что вы хотите с этими данными делать. И уже исходя из этого, пытаться понять, вот, что вам подойдет. Кому-то, возможно, хватит даже базовой описательной статистики. Просто там тоже есть определенные, скажем так, паттерны, по которым стоит с ней работать. Кому-то могут понадобиться более продвинутые методы, там, связанные с теорией игр, либо с какими-то сложными регрессиями. То есть здесь нужно понимать, ну, действительно, что вы хотите и как исследовать, и уже исходя из этого, скажем так, начинать свое погружение. Мне кажется, да. То есть, во-первых, сейчас такая история, как аналитик больших данных, она достаточно востребована в IT. И если вы не хотите, возможно, заниматься академическими исследованиями, а захотите уйти, скажем так, в частный корпоративный сектор, вам это тоже может очень сильно помочь. Более того, даже обычным предпринимателям, например, если вы захотите развивать свой бренд, как-то с ним работать, и у вас есть данные, чтобы понять, кто ваша аудитория, где она расположена, как распространять свой продукт, каким делать свой продукт. Все это во многом сейчас в данных. И действительно, мы сейчас видим такую, возможно, революцию данных, и данные нас окружают везде, даже где мы не думаем, что они могут нас окружать. И поэтому мне кажется, что эти навыки, ну, они могут быть полезны в большом количестве сфер за пределами академии. Ну, мне в целом, еще с подросткового возраста, очень нравилось работать с цифрами. Это всегда интересно, при том, что я никогда не мог назвать себя каким-то математиком, но вот работа со статистикой мне была всегда интересна, в особенности в контексте выборов, то есть и избирательных систем. Опять же, что немного предопределило мое поступление на политологию, а уже в университете мне показалось, что, во-первых, перспективной сферой, а во-вторых, мне кажется, что количественные методы открывают такую новую попытку объективизировать нашу реальность и как раз-таки получить более, скажем так, опять же, более unbiased выводы. То есть, где, скажем так, субъективность человека старается еще больше нивелироваться, потому что с качественными методами очень часто все зависит от, скажем так, от конкретного исследователя, как он воспринимает и интерпретирует определенную информацию. То есть мы встречаемся с проблемой интерпретации, и все-таки количественные данные, мне кажется, позволяют вот эту историю сгладить. Это, ну, контекст действительно важен, но всегда можно закладывать контекст даже в количественные данные, скорее даже не в сами данные, а в их интерпретацию. То есть, опять же, современные методы это частично позволяют. Вот, ну, и как бы здесь очень важно понимать, что количественные данные не дадут вам 100% объективную картину. Это не математика, где если дважды 2-4, то оно всегда будет 4. Понятно, что очень важен контекст, и мы, как социальные ученые, конечно же, его всегда должны учитывать, но, скажем так, данные позволяют по-другому взглянуть на социальную реальность, как раз-таки при учете определенного контекста. То есть, когда вы получаете регрессию, когда вы смотрите на определенные графики, это по факту сухие цифры, и вы их интерпретируете как раз-таки через определенный контекст. Поэтому контекст должен обязательно учитываться, и он учитывается при анализе количественных данных. Ну, во-первых, конечно же, я понимаю, что я только в начале пути, и еще очень много чего, скажем так, предстоит освоить, чтобы я действительно мог сказать, что я вот прямо-таки количественный исследователь, то есть это, в первую очередь, развитие в этом направлении, это изучение новых методов, углубление в математику и в статистику. Вот, и если так смотреть более глобально, то это, конечно же, продолжение этой деятельности в контексте политических наук, чем я как бы сейчас и занимаюсь. Более того, я являюсь наставником рабочей группы в научно-исследовательской шанинской ассоциации, как раз-таки посвященной анализу данных и количественным методам, и это как раз-таки еще одна точка роста, через которую я хочу не только, скажем так, расти сам и как руководитель, организатор и наставник, но и помогать другим ребятам тоже понять, что количественные методы — это не так сложно, как кажется, что даже без очень углубленных знаний в математике можно очень хорошо использовать количественные данные в своих исследованиях, вот, и поэтому вот такая, скажем так, ближайшая точка развития — это ниша. Достаточно сложный вопрос. Ну, вот, опять же, отматывая время назад, скорее всего, это все-таки больший упор на статистику и, скорее всего, на питон, который я в свое время пытался учить еще достаточно рано в классе шестом-седьмом, но быстро забросил. Вот, то есть все-таки это такие, ну, питон, как такой достаточно универсальный язык программирования, который можно сейчас использовать практически везде, ну, действительно, может пригодиться каждому, а по поводу статистики я действительно после поступления в ВУЗ думал, что все, вот, математика в моей жизни в любом виде закончилась, оказалось, что нет, и вот это было такой немного самонадеянной ошибкой, и стоило все-таки больше погрузиться именно в эту сферу. Ну, во-первых, опять же, не все количественные методы про математику в чистом виде, то есть более углубленные, более такие, скажем так, продвинутые действительно обычно требуют математических знаний, но базовые методы позволяют, скажем так, с ними можно работать и без каких-то глубоких знаний в математике, но даже с базовыми методами, скажем так, можно ставить очень интересные исследовательские вопросы и находить на них очень интересные ответы, как раз-таки работая с данным. Опять же, я уже говорил о той же описательной статистике, это не какая-то высокая математика, но при этом правильная работа с ней позволяет тебе, скажем так, взаимодействовать с большими массивами данными и находить там достаточно интересные закономерности. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!